Бетон рушится конкретно. Что вот здесь вот тоже? Покажи пятно, это белое. И вот оно, белое пятно, это соль. Это выступ соль, это вот что с водоподготовки. Соль, она, соответственно, впитывается, и когда влагой напитывается плита, при морозе, ее просто рушится. Несущая стена этого дома медленно превращается в крошево. По всей площади первого этажа уже пошли белые разводы. Отваливаются куски бетона. Жители бьют тревогу. Дом начала 90-х может не достоять даже до своего 30-летия. И все, уверены люди, из-за прогнивших труб. В подвале кое-как замотанные коммуникации. Изоляция есть не везде. На полу лужи после протечек, а в помещении влажность и жара. Вот это вот все уже тоже полностью болотено. Туда соль уже опять же начала выступать. И вот эти вот трубы, рядом лежащие, уже не сегодня, не завтра рванут. Потому что начались тут вот эти вот слоицы начали. Через подвал многоэтажки идут транзитные коммуникации. Горячая вода и отопление отсюда поставляется сразу на несколько домов. Вот только ухаживать за трубами желающих нет. Это письмо местные коммунальщики написали еще в 2016 году. Людям обещали вынести транзитные трубы за пределы Думы и даже разработали соответствующую схему. Но в 2018-м перед выборами самого президента к лучшему ничего не изменилось. С мая по август месяц, как отопительный сезон закончится. Вот в это время они нам обещали сделать. Но потом все это, как говорится, обещание осталось на месте. И они нам уже, начальник ЖКХ, нам прислал ответ. Ответ, что нам из-за того, что у них денег нету, будет только делаться это в 2020 году. Эти трубы не изолированы. То есть, получается, они там стоят голые. Опять же, этот транзит должен коммунальные службы обслуживать. Не наш дом. Эта транзитная труба, горячая вода, она вся решето. То есть, там уже 18 хомутов было, еще два поставили, уже 20 хомутов. И эти, естественно, утечки. У местных коммунальщиков свое видение ситуации. Жители этого дома получают горячую воду и тепло из этих же труб. А значит, должны вкладываться в их содержание. В том году были закуплены новые трубы на замену данного трубопровода. Но, как мне известно, кто-то не дал разрешения, ну, или как-то не пришли к обоюдному согласию между жильцами дома. Они тому, чтобы были заменены старые трубы на новые. Кто должен принимать участие в том, чтобы приводить их в порядок? Ну, будем говорить совместно. Не только мы, но и собственники данного жилья. Но что касается вывода транзитных трупов из подвала дома, этот проект коммунальщики обсуждали уже и с главой поселка. Денег пока не нашли. Чего быстрее дождутся жители? Обрушение стены или замену коммуникаций? Мы просим обратить внимание на ситуацию в поселке Ставрово надзорные органы. Валерия Саенко, Александр Мажаров, 6 канал.